Девушки отдыхают Мне с тобой приятно общаться, наверное, потому что мы умеем друг другу говорить комплименты На мужчин это тоже действует? Конечно, Надюш, сегодня я научу не только принимать комплименты и подарки, но и дарить Кстати, о комплиментах, Надюш, ты прекрасно выглядишь То есть для того, чтобы сказать хороший комплимент, надо подготовиться, а потом кстати То есть есть ли какие-то правила, как говорить комплименты, чтобы это звучало естественно? Конечно, существует масса правил Следует сказать, что комплимент это очень мощное средство для того, чтобы установить контакт Виктор Гюго писал, что комплимент это как бы поцелуй через вуаль А женщина должна уметь волшебно целоваться даже через вуаль Именно женщина должна уметь делать комплименты, потому что мужчины любят комплименты еще больше, чем мы женщины И если женщина научится виртуозно играть на инструменте мужского самолюбия, то эта женщина никогда не будет одинокой А какие комплименты любят мужчины? Прежде всего искренне Чтобы научиться делать правильные комплименты, женщина должна для себя определить, что ей нравится в этом мужчине А потом ему просто сказать об этом Конечно, это нужно говорить искренне, с улыбкой Ну, если это будет что-то обычное Ого, какой ты большой Это можно считать комплиментом? Смотря о чем говорить Я говорила о мужчине в целом, хотя, конечно, возможны варианты Мы говорим, что это какое-то искусство Это значит, что не должно лежать на поверхности Как вот научиться извлекать вот эту суть? На самом деле, мужчины, они такие хрупкие и ранимые, их можно даже комплиментом обидеть Поэтому никогда не делайте вот такие вот обидные комплименты Как? Ты сегодня прекрасно выглядишь То есть, мужчина сразу думает, а что, только сегодня хорош? Вчера я что ли не прекрасно выглядю? А что, обычно я вообще никакой Слушай, мне кажется, в этом смысле мужчины похожи на нас Мы тоже не любим таких комплиментов Да, поэтому, если вдруг вы сказали, случайно, ты сегодня хорошо выглядишь То нужно сразу добавить, впрочем, как и всегда Второй обидный комплимент Это у тебя очень красивый костюм Надо хвалить самого мужчину, а не его вещи, аксессуары То есть, надо сказать, в этом костюме твоя фигура еще более мужественная Красиво Да, то есть, похвалила мужество, ну и как бы и костюм И третий комплимент Ну, например, ты так похудел, просто заглядение Не надо хвалить... Ты что, я был толстый, что ли? Да, вот нельзя мужчинам намекать о их явных недостатках Для них внешность очень важна Поэтому с ними нужно очень деликатно и аккуратно Просто как столько, что родившимся котеночкам Слушай, у меня сегодня столько котят здесь Ну, в том смысле, что как раз в гости пришли мужчины Давай мы сейчас скажем им какой-то комплимент И посмотрим, насколько им это понравится Если понравилось, мужчины, сразу тяните руку вверх Если нет, сидите с недовольными лицами Но только попробуйте Мужчины, я очень рада, что вы сегодня здесь присутствуете Вы именно те мужчины, на которых я веду охоту А я веду на достойнейших Девочки, очень важно поддержать мужчину Если он чувствует себя неуверенным Вот если у мужчины есть какой-то недостаток То мы должны сделать так, чтобы он почувствовал, что это его достоинство Ну вот, например, мужчина очень переживает Что он очень много времени проводит на работе И мало времени уделяет вам То есть вы можете ему сказать Дорогой, я очень рада, что ты мне не уделяешь времени Я вообще люблю побыть одна Но тогда он подумает, что вы злобная мегера И обидится на вас А можно сказать то же самое Просто словами Дорогой, я очень понимаю, что для тебя очень важна твоя работа Целеустремленность Это очень важно для мужчины И именно про таких, как ты, говорят За таким, как за каменной стеной И тогда, да, он просто расправит крылья Почувствует себя этой вот каменной стеной Захочет стать для вас героем Почувствовали? Комплименты Это процесс обычно взаимный Значит, если мы умеем говорить комплименты мужчинам Они, конечно, тоже нам будут говорить комплименты И некоторые женщины совершенно не могут их принимать Ну, то есть Да, наверное, он что-то другое хотел сказать Здесь, наверное, есть какие-то тонкости Да, на самом деле Принимать комплименты правильно, достойно Это очень важно Первое правило Это просто нужно поблагодарить за комплимент Сказать спасибо Мне очень приятно И ни в коем случае не говорить И ты тоже И тебе тоже То есть это выглядит как минимум глупо Второе очень важное правило Если мужчина сказал действительно какой-то оригинальный комплимент Его нужно похвалить Например, сказать Ты знаешь, мне никто никогда такого не говорил Мужчина почувствует себя действительно Асом комплиментов И, девочки, третье Самое важное правило Когда вам говорят комплимент Ни в коем случае не спорьте Это выглядит очень смешно Я сама много раз наблюдала такую ситуацию Когда женщине говорят Ты такая красивая А она ему в ответ Да что ты такое говоришь Ты посмотри, сколько у меня седых волос А еще у меня зубы кривые И вообще прыщик выскочил Ну, естественно Что такой женщине больше комплиментов делать не будут Мало того, и больше на свидание не пригласят Поэтому не спорьте Просто благодарите Наденька Я вижу мужчину в розовой рубашке Вот он И я вижу, что он хочет сказать тебе комплимент А ты покажешь, как нужно на него правильно отреагировать Мне кажется, он не очень хочет Молодой человек, вы готовы? Только громко И Наденьке Вы очень красиво выглядите Большое спасибо Мне очень приятно, что вы заметили По-моему, получилось идеально Мужчина, я на вас стараюсь А в деле, когда женщина выходит замуж Комплименты, это просто панацея Вот умеешь делать хороший комплимент Все, не волнуйся, замуж выйдешь И все у тебя будет в шоколаде Не вышла замуж? Учись делать комплименты И все будет в шоколаде Отлично С комплиментами разобрались А тут еще какие-то красивые коробочки Похожи больше на женские подарки В том смысле, что мы, женщины, любим все яркое и красивенькое А мужчины вроде бы сдержаны в этом плане Мужчины, они большие дети А подарок это возвращение в детство Поэтому не нужно отбирать у них радость Ярких упаковочек, всяких бантиков Даже цветов Да, мужчины тоже любят цветы Если вы идете с мужчиной в кино То, естественно, не стоит с собой Тащить огромный букет цветов Но если у мужчины день рождения То ему будет очень приятно, если вы ему Преподнесете букет цветов Я помню первый букет, который я подарила Своему будущему мужу Это были герберы Он выступал на сцене И я вышла с этим букетом Этим же вечером я получила Вот такой огромный букет роз Это работает На самом деле, когда мужчина Получает женщине цветы У него сразу возникает Непреодолимое желание Тоже подарить женщине букет цветов А может быть даже жениться Значит, упаковочка поярче А что внутри? Что дарить мужчинам? То есть, если мы рассматриваем Вариант, что отношения Вот только начинаются То дарить ему Кожаные тапки Или электрическую зубную щетку Этого вообще делать нельзя Потому что мужчина сразу подумает Что вы хотите его просто Захомутать Захомутать, женить И вот это вот Потом пользоваться всю жизнь Если вы решили ему подарить Например, набор инструментов То, казалось бы Прекрасный подарок для мужчины Но мужчина может подумать Что все начнется с того Что вы ему скажете А прибей ко мне гвоздик Потом почини мне полочку Потом вообще давай съедемся И давай рожать детей Я вижу, у вас уже это было Да, то есть вот такие вот подарки Домашние, бытовые Мужчины могут не понять Еще женщины любят дарить Мягкие игрушки Котиков, собачьих Муси-пуськи Вот это тоже не мужские подарки Нельзя дарить того Нельзя дарить сего Может просто денег дать Пусть сам купит Деньги это неплохой подарок Но только не для вашего ухажера Вы что, вы обидите его до глубины души Он же добытчик А вы ему деньги дарите Если вы уже совсем растерялись Что дарить мужчине То можете сделать ему, например Подарок-сертификат На какую-то услугу Фитнес, например Да, вообще здорово А он не обидится Она считает, что я толстенький Ну С женщинами так бывает Моей подруге муж подарил абонемент И она сразу же звонит мне и говорит Наверное, мне срочно надо худеть Он подарил мне абонемент Мужчины в этом похожи на вас Поэтому лучше подарить ему услугу массаж Или бесплатный прыжок с парашютом Да Вот что-то такое На что он точно не обидится Также можно дарить одикого Но тут нужно разузнать, что он любит, что не любит Вот здорово подарить книгу или диск с музыкой Но опять же, нужно ориентироваться на его вкус, а не на свой Очень неплохой подарок Ручка Мужчины любят такие вот безделушки Но которые качественные и никогда не подведут Сразу дорогую дарить? Нет, вот с дорогими подарками нужно быть осторожными Потому что если вы дарите мужчине очень дорогой подарок И рассчитываете взамен получить не менее шикарный То это может поставить мужчину в неловкое положение Ты сама лучший подарочек для самого лучшего мужчины Спасибо, но опять же, вот эта вот знаменитая фраза Лучший твой подарочек это я С ней нужно быть очень аккуратной Потому что если у вас начальная стадия отношений Вы не планируете интимной близости То мужчина может воспринять фразу Лучший твой подарочек это я Как намек на интим Поэтому если не готовы, не говорите такого Девочки, и очень хороший подарок Это, например, торт, сделанный своими руками Мужчина это, конечно, оценит Но тут опять не все просто Если вы захотите ему на праздник Стоять у плиты и готовить целый день Это неправильно Потому что так недалеко и до кухарки дойти Первое правило в пользовании секретным оружием за будущего мужа Комплименты и подарки Это не переборщите Любите прежде всего себя Ну и, конечно, будьте искренними Делайте подарки и комплименты от души И тогда вы найдете мужчину своей мечты И будете с ним счастливы И все будет доброе Спасибо тебе, Надюшенька Спасибо тебе большое Женщины, удачной вам охоты У вас все получится